Это видеоблог. Сегодня мы с вами прогуляемся по торговому центру с профессиональным стилистом. Я с Яной уже работала, мы разбирали мой гардероб, и, наверное, я могу сказать, что с момента этого разбора у меня как раз и началось, ну, такой период, когда я начала любить очень стиль, составлять клубки. Я как будто бы себе разрешила это делать, потому что во мне это всегда было, просто казалось, что, ну, стильные девчонки — это одно, а я — это другое. Теперь я тоже стильная девчонка. Я очень рада, что вам зашел мой первый влог, потому что мне очень понравилось такое снимать, такой живой контент, который позволяет приоткрыть какие-то сферы моей жизни, которые я не могу раскрыть в экспертных видео, хотя их тоже очень люблю. Итак, я на месте. Мы, кстати, с Яной довольно близко живем, но торговый центр она выбрала не самый близкий к нам. Сейчас я, кстати, узнаю, почему. Разберем проблему того, что нельзя найти нигде вещи качественные, а у кого это еще спрашивать, как не у стилиста. Кстати говоря, неплохая парковка, довольно мало мест, но не очень классный цвет, хотя его легко высветить, замазать. Просто серф-кофе — милота. Наклеечки для атмосферы. Яна, я художник, я так вижу, наклеила по диагонали. Нам подсказали, что можно одну на другую наклеить. Что за миленькое вообще местечко? Жизнь налаживается. Итак, это Яна. Хочу вас познакомить. Она профессиональный стилист. Занимается шоковным сопровождением, разбором гардеробов, подбором обрывов на процессии, чем мы сегодня будем заниматься. И Яна работает, у нее очень интересная система. Она работает через архетипы. И сегодня мы еще про это, я думаю, послушаем. И сейчас мы начнем с того, что будем просматривать референции, которые я подготовила. Рференции, они больше у меня получились по образам, которые мне понравились. С локацией у меня обычной, ты не знаешь, это обычно какой-то стрит, серые стены, урбоны, так далее. Все как мы любим, да. Поэтому сейчас будем смотреть и комментировать то, что на референции к уровню. Отлично. Окей, так, ну что, начнем с того, что мы с тобой помним, что у тебя в архетипах есть правитель, есть мудрец, есть бунтарь. И как они проявляются, да? Твоя любовь к пиджакам обусловлена. Это, безусловно, черта правителя, прямые жесткие формы. История с бунтарем, это как раз таки, когда мы отстаиваем свою позицию четко, когда мы хотим заявить что-то о себе миру, да, показать, что мы против системы. И вот это вот смешение стилей, смешение каких-то форм, фактур, это тоже про бунтаря. Про мудреца, это как раз таки твоя любовь к монохрому, каким-то спокойным тонам. Но что мы с тобой знаем и что мы видим? То, что ты активно проживаешь архетип, который не входит в твои архетипы, но может идти, да, в разрез по уровню развития психики. Это воин, архетип воина, которому важно как раз таки, да, твой период сейчас жизни отстаивать свою позицию, да, при построении там своего бизнеса, иметь четкую позицию, показать себя, проявить себя, да. Кстати, это очень хорошо дружить с своим правителем еще, да, то, что вот организовать, да, команду, ответственность на себя взять. И вот оно проявляется в образах, которые в последнее время как раз ты... Я тебя скидываю. Да-да-да, ты выбираешь. Здесь что мы видим? Ну, опять же, вот они четкие линии правителя. И воины у нас проявляются в чем? Это всегда кожа, это всегда черные цвета. Здравствуйте, да, здравствуйте, да. Вот, милитарий тематика ботинки, да, Челси, очки, да, как защита, как маска. Вот, собственно говоря, здесь в этих образах это яркая прослеживание. Ой, это я ничего не скинула. Так, здесь у нас что? Здесь опять же у нас с тобой история с высокими ботинками. Кстати, понравились ботинки. Мне не понравилась рванность свитера, но мне понравился цвет свитера. То есть, вот такая вот история. Модный, опять же, цвет сейчас пинг, да, у нас, который в Сен-Лоран ввел. И, соответственно, поэтому он себя и притянул. То есть, розовый цвет. Войну, опять же, важно показать, что я крут, я разбираюсь в трендах, я модный. То есть, воин, это, по сути, не как первая ситуация, это борьба, но, по сути, это вот про тренги, про стиль, про актуальные какие-то тенденции. Что для меня что-то важно? Воин, это показать, да, показать, что ты в теме, и показать, как ты крут. Вот, это про боль. Интересно. Дальше пойдем. Кожный тренч. Да, кожа, это воин на все сто. Опять же, там же очки смотрим. Шнуровка. Мне нравится шнуровка. Модная тема. Шнуровки, корсеты, подчеркивание, да, зоны груди, всевозможные вот эти лифы. Это все, опять же, про тренды, про воина, широкие джинсы туда же, карго туда же. То есть, это все, опять же, у нас чистый воин. Ну, опять же, можно сказать здесь, что за счет вот этой вот зоны декольте, да, шнуровки, конечно, и открытого живота, у нас, конечно, добавляется архетип любовника эстет. То есть, это про подчеркивание сексуальности своей, да, красоты своего тела. Так, ну что, здесь мы видим ту же самую шнуровку замечательную. Опять же, черные ботинки грубые, опять же, черный цвет. Но, я говорю, опять же, мы добавляем сюда архетип любовника за счет вот этого выреза, за счет линии декольте, за счет, в принципе, трикотажного обтягивающего фасона платья. Вот, поэтому у нас получается такой ярко выраженный архетип воина и эстета в одном образе. Вот, тут то, что мы с тобой уже комментировали, смотрели. Да, это больше по козам уже распространилось. Да, рубашка шелковая, мини, это прям вот стопроцентный архетип любовника эстета. Это вот про красоту, да, про сексуальность. Вот, высокие ботинки, сапоги, туда же. Но, опять же, мы видим историю с очками, да, с модной сумкой. Потому что, кстати, волосы убраны, тоже, мне кажется, это больше. Это тоже про воина, потому что такая, да, маскулинная тема. Вот, собственно, эстетика воина и любовника у нас с тобой ярко прослеживается. О, наша любимая Хейли. Хейли, да, моя любовь. У нее, кстати, какой архетип вообще у Хейли? А у нее, как раз таки, вот почему тебе она и нравится. У нее воин и любовник часто очень присутствуют, потому что у нее очень много каких-то ярко подчеркнутых ножек мини, да, и каблучков. Но при этом у нее часто какой-то овер, часто кожа, часто какие-то черные цвета. Да, карго она тоже любит. То есть у нее много вот именно вот этих трендовых штучек. Ну, в принципе, извините, она транссет, только как на минуточку. Воин – это ее архетип на 100%. Поэтому отвлекается тебе ее эстетика. В моменте мне понравился этот образ, но я поняла, что я, кстати, несохраненная фотка еще год назад где-то была. То есть он мне до сих пор нравится, но, например, сейчас бы на фотосессию я бы его не взяла. И вот, ну, я просто тебе его решила скинуть показать. О чем он, да? Да, о чем он. Это про как раз таки про твоего мудреца. То есть здесь, с одной стороны, воин опять же у нас, потому что и кроп-топ модный, и джинсы модные, да, и очки, опять же, присутствуют. И, в принципе, пиджак, вот этот овер, да. Но с другой стороны, вот этот твой мудрец, которому хочется немножечко более спокойствия, какого-то равновесия, да, спокойные такие тона, бежевые, светлые, такой монохром вырисовывается достаточно, да. То есть, когда мне хочется такого, мне хочется больше спокойствия, да? Да, бежевый по психологии цвета – это как раз таки про спокойствие душевное, про замедление, про равновесие. У Яна в сторис недавно была история про то, что все клиентки спрашивают, бежевый цвет, спокойные тона, и как бы догадайтесь, почему всем хочется сейчас стабильности, спокойствия хотя бы в образе. Самое интересное, что одежда, она получается как на нас влияет извне, внутри, то есть мы надеялись спокойно эти тона и успокоились. Так и наоборот, мы, если внутри чувствуем вот это вот как раз таки необходимость, спокойствие равновесия, мы тоже чувствуем, что нам нужна эта одежда. То есть у нас вот такой вот двойной… То есть нам помогает чуть-чуть нам прийти, да, в это состояние, да, и мы из себя в какой-то. И последний момент, который я хотела разобрать, как раз задалась эти вопросы, почему мы приехали именно сюда, в КЦ «Авиапарк», мы сейчас находимся, почему именно этот КЦ «Выборк»? На самом деле, это один из самых крупнейших торговых центров Москвы, в котором сосредоточено очень много разных брендов, особенно мне здесь нравятся наши российские бренды, потому что они отличаются ассортиментом разнообразным довольно, и на любой вкус, на любую фигуру можно подобрать подходящий. Да, у меня, кстати, еще нестандартные параметры, я высокая, у меня метр семьдесят восемь раз примерно, и на меня сейчас не когда, а я плюс худая, у меня обычно проблема с джинсами, что они либо мне короткие, либо они очень большие попки, вот, и все. Ну, мы здесь сможем, да, что-то подобрать? Да, вот как раз-таки российские бренды отличаются тем, что они шьют на фигуру выше средней, то есть средний рост обычно 165-168, и что свойственно там европейским и китайским, особенно брендам, да, на низкий рост шить, наши ребята, отечественные бренды, шьют на рост от 170. Конечно, потому что правильно, да, потому что подрезать длину, брошить, растить не нарезать. Да, 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 согласна. Ладно, хорошо, тогда пойдем? Да. Куда мы сейчас идем у нас первый шоу? Мы как раз-таки идем смотреть образы архетипа Воин, бренд отечественные Ювона. У них очень такие дерзкие сейчас образы, яркие, краски, модные, синий, электрик, розовый. Да, как раз вот подходим, посмотри. К витрине. Да, симпатичный, симпатичный. Я тут дерез не была. На зиму самое то. Да, естественные стали на платьях, блузах, вот такие вот истории. Тоже было добыть биджапсы, да? Да, обычные. Но вот эти разрезы дают, конечно, очень удобно. Да, красивее, красивее. Да, с референса прямо. Сейчас будем мерить некоторые луки, у нас прямо по референсам ровно. Воу-воу-воу. Круто. Сейчас мы еще тренчик с тобой сюда можем надеемся. Ага. Пройдешься сюда, на меня? Длинные джинсы, представляете? Класс. Старый образ наш. Так, у нас эксперимент. Яна сказала так, надо. Мне кажется, это вещи, которые в обычной жизни ты носить будешь. Но на фото это будет бомбически смотреться. Да, это именно больше такая для стилизации история. Пиджак. И вот эти ботинки как раз. Пиджак тоже. Стоп-стоп, это круто, что здесь еще аксессуары есть. Мы сейчас тут все подберем. Так, это шорты, да? Да, их с ботфортами. С ботфортами, да. И с объемом мы будем писать джаком. Ну, в топ-топе мне примерочные нравятся даже больше, я бы сказала. Яна, что вы скажете? Ты была во всех примерочных. Да, здесь достаточно просторно, светло, хороший свет. Да, здесь фоткайся, не фоткайся, просто. Да. Кайф. Все, нам нравится, конечно, даже сапоги. Ну, конечно, твоему воину, да, в самый раз. Образ, конечно, провокационный, как у нас сегодня все. Но тут шорты, так чтобы вы ничего не думали. Не, очень красиво, мне нравится. На фотках, опять же, он смотрелся бы эффектно. Еще с сумочкой. Так, ну у нас получился референс очередной. Очень красиво смотрится, но есть одно но. Это качество исполнения. Да. Яна сказала, что этот магазин этим грешит. Что иногда у них качество вещи оставляет желать лучшего. Хотя, если бы это платье было нормальное, на меня бы село, я бы взяла с этими прям, которыми уже полюбились сапогами, ботинками, что это, не знаю, очень красиво, конечно. О, какой лучок у нас. Смотрите, как мы сыграли здесь. Юле нравился розовый цвет, но не нравился свитер. Мы перенесли розовый цвет на сапожки, а сверху ту самую рубашку. Подобрали рубашку платья. Что еще важно отметить? Вот в таких платьях лучше все-таки заменять вот эти вот тканевые пояса на кожаные ремни, чтобы это было оформлено более структурно, да. И сразу этот образ делает гораздо дороже смотрится. Так, знаешь как? Будний стилист. Не получаю. A few moments later. Мы в пространстве Транд-Айленда. Здесь собрано очень много разных дизайнеров, российских и зарубежных в том числе. Такие вот корнеры, островки. И, соответственно, можно собрать очень много моделей и примерочные в одно это все примерить. Я очень часто хожу, нашел там себя с клиенткой. Кстати, секрет, у Яны есть доступ к виду примерочной, так что обращайся. Это очень удобно, очень просторно. По выводу аксессуаров. На фотосессии очень важно одеваться чуть ярче, чуть более броско. Краситься броской. Аксессуары более броские выбирать, чем в обычной жизни. Потому что все-таки на камере это смотрится интересно, уместно всегда, чтобы вы не надели. И взгляд в человека будет цепляться. Такие фотографии, я уже не раз говорила, с аксессуарами. Они всегда больше сохраняются и набирают больше популярности в Инстаграм. Стали всегда притягивают глаз, и аксессуары заканчивают образ. То есть такой вишенкой на торт служат чаще всего. Очень асимметричный, кстати, классный. Тренд. Да. Тут уже для фотосессии будет покрупнее, да, аксессуары, чтобы было позаметнее. Мне вот понравилось, я обратила на это внимание, и вот на серебряную историю. Нам бы такое зашло, в принципе, да. Цепи, цепи, наше все. На самом деле мы уходим немного, если ты заметила, то уходим от большой массивности, такой, как раньше было. Да, да, в минимализм, да? Да, больше такой вот возвращается в минимализм. Я сегодня тоже в тренде. Я тоже возвращаюсь в сон больше и более тонким. Не зря мы что-нибудь чувствуем, чувствуем. Это больше про архетип мага. Это немножечко этнические крупные аксессуары. Да. Они имеют такой некий налет, знаешь, неординарный, необычный, который хочется смотреть, притягивать взгляд. Это вот все про мага. Она интерактивная. Я сейчас буду показывать украшения, а ты будешь говорить, какой это архетип, согласно? Да. Ну, больше выражен какой, да? Потому что все равно чаще. Все в мифсе. Так. Ну, это такой любовник остеет плюс дитя, они немножечко такой инфантильностью отдают. Так, вот эту. Это, безусловно, маг. Это, кстати, я так и подумала. Вот это, кстати, мне нравится. Ну, здесь что-то между творцом, наверное, и любовником тоже, потому что камень такой. Давай что-то оба. Вот. Это правитель, императрица тоже такой, прям, дорого, статусно, да, сразу смотрится. А вот это какой-то минималистичный супер. Это как раз к воинам мудреца? Это когда любовник плюс правитель. Очень интересно. Я бы такое себе и пока не хотела, но, возможно, в будущем меня... Хорошо использовать еще аксессуарную группу такую, как ремни, как платки, как шляпы, какие-то необычные детали из серии, там, корсетов, сумки в том числе, да, все это вот дает эффект такой. Тоже цепляет глаз. Сейчас будем посмотрим. Вот это красота. Вообще, скажи, очень нравится. Ой, он как сочетается с моим... Ой, как неожиданно и приятно. А какой архетип, Ян? Это больше про дворца, потому что необычная форма, цвет такой. Ну, соответственно, так как это модно и круто... Материалчик еще. Да. Война тоже, да, походи? Война тоже можно, да, вот в черную лучу. Ай, и очки. Вообще будет супер. А у меня в центре моды? Класс. В своем тренде. Я хотела сказать, что я в такие вот, ну, вот конкретно в Trend Island я не заходила особо, потому что я таких мест боюсь, потому что здесь все для меня не знакомо. То есть если ты видишь какой-то бренд определенный, ты уже понимаешь, ценовую категорию, стиль. А тут все такое разное. И везде разные цены. Я знаю это тоже, да? Везде разные качества. Поэтому я считаю, что в такие места идеально как раз со скрифтом ходить. Плюс, кстати, еще один лайфхак. У Яны есть скидка, которая просто, мне кажется, уже там максимальная, которая здесь возможна. Так что, если соберетесь сюда, то только с Яной. Так что, мы можем дать, наверное, этот промокод, если что, вдруг. Да? Да. Если только наберется определенное количество лайков. О, точно, да. Давай штатажировать твоих подписчиков. Я думаю, что если они подпишутся на мой канал, на твою запрещенную соцсеть с картинками, на мою запрещенную соцсеть с картинками, то что-нибудь не придумаем. То напишут мне в директ, и я все сдам пароли Я. Серьезно? Ну, можно вполне, да. Доступ к примерочной ты, например, не сможешь сдать, поэтому, если примерочный вид нужна, то только с Яной. Мы подошли к еще одному сценту с аксессуарами, наверное, правда, со шляпой. Яна говорит, для какого это архетипа еще раз подробнее. А, чаще это архетип искатель. Вот, хорошо очень. Ну, искатель это кто? Это путник, странник, и, соответственно, нужно ему прикрывать все с головы. Поэтому искатель это... Да, круто, кстати. Круто? В моей голове это выглядит не очень. Ладно, посмотрю на видео. Большая? Я как нигельная, кажется, да? Да, похоже, что ты, кстати, чуть-чуть. Так, мы нашли еще один вариант, и он нам понравился больше. Да, неплохо, неплохо. Мне кажется, только темную было бы круто, да? Ну, да, нужно темную. Там, кстати, есть черная. Так, мы нашли еще более классный вариант. Он нам уже нравится намного больше, чем... Нет, он не большой совсем. Давай я померю, может, мне побольше голова. Я прям не это... Ну, вот у меня проблема, видишь, сейчас-то. У тебя хорошо? У меня большая голова получается. Видишь в окно губах? Ну, как? Парижанка. Парижанка в косухе, это, конечно... Да, еще под низ, говорю, теляшечку вообще. Да, кстати. И красную помаду. Как вам такой вариант? Это тоже архетип немой, да, какой-то? Это что-то... Какой-то ковбой у меня. Вот это искатель, да. Ну, нет, как бы на ком-то я могу это представить, но я бы, наверное, так не пошла. Яна, тебе он прям вообще под лук подходит. У меня видишь, да, казачки в тему к искателю, поэтому шляпки всегда хорошо. Все по архетипам. Вообще, архетипы — это тема, на самом деле. Мне, когда Яна открыла этот мир, я теперь, когда мне нравится вещь на ком-то, но не нравится на мне, я хотя бы понимаю, что не так, и я начинаю вспоминать про архетипы, и все становится... На свои места. На свои места, да. Мы заканчиваем наш шофинг. У нас получились прекрасные повторы референса. Хочу как итог нашего видео подвести. Давай выделим какие-то, может быть, три пункта, три-четыре, которые важно учитывать при планировании образа фотосессии. Вот твое экспертное мнение. Ну, начиная мы всегда с того, что понимаем, какая у нас локация, учитываем локацию, учитываем референсы обязательно, да, потому что они излидают настроение, желаемое впечатление. Отсюда и архетипы, которые мы выбираем. Ну, и третий момент — это аксессуары. Аксессуары, о которых мы говорили, что должны они обязательно быть, и скорее аксессуары какие-то крупные, массивные, привлекающие внимание, которые вы в жизни бы, скорее всего, не носили. Да-да-да. С вами были Юля и Яна. Надеюсь, вам и с нами понравилось провести эти пару часов. Сколько мы даже ходим, я уже не смотрю. Надеюсь, что ваши фотосессии теперь будут более проработанные, более стильными и модными. Все, пока-пока.